Сюжет сериала Волк. Дата выхода 27 декабря на канале НТВ. Сериал состоит из 14 серий. Приятного просмотра. На своей даче убит друг главного героя Леня Гольцман. Пытаясь понять, зачем кому-то понадобилось убивать безобидного историка, Александр Волк, бывший сотрудник спецслужб, раскапывает преступление, которое произошло 3 июня 1943 года, на Каменном мосту в Москве была убита Нина Уманская, дочь советского посла в Мексике. Волк реконструирует события 3 июня, восстанавливая прошлое поминутно. Но всякий раз это дело оборачивается новой, неожиданной стороной, и всякий раз, чем больше он узнает, тем больше возникает загадок. Две линии расследования, историческая и современная, переплетаются и в финале приводят героя к злодею, долгие годы совершавшему свои преступления. Дорогой друг не забывай поставить лайк и подписаться на канал. Девятая серия. Волк продолжает расследовать убийство на Каменном мосту. Он находит украденные документы, среди находки, дневник Сони и письмо. Десятая серия. Волк узнает, что Уманскому было поручено перевести крупные суммы денег. Сбережения хранились в посольстве СССР на территории Мексики. Одиннадцатая серия. Главный герой и его товарищ выясняют, что дочь посла, попавшая на пленку без рука, была уже давно мертва к моменту съемки. Не исключено, что девушку на видео просто похожа на Уманскую. Волк считает, что на ее месте могла быть София. Двенадцатая серия. Главный герой, не без помощи своего верного товарища, находит исполнительницу Стар. Однако в последний момент все идет наперекосяк. Впоследствии Волк проводит встречу с Долговым, в ходе которой рассказывает ему о певице. Тринадцатая серия. Главный герой убежден, что именно Долгов убил посла Уманского и его дочь Нину. Затем старик забрал деньги и положил их на счет в Швейцарский банк. По ходу дела становится понятно, что певица Стар тоже знает о существовании банка. Четырнадцатая серия. Главный герой направляется в дом Долгова и требует, чтобы тот отдал ему певицу Стар. В итоге между ними начинается перестрелка. Волк получает ранение. Впоследствии ему все-таки удается выяснить, что же произошло на заветном Каменском мосту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова